Здравствуйте, друзья! У нас сегодня в студии новый гость. И гость нам расскажет историю. Давайте начнем с того, что вы представитесь. Как зовут? Да, добрый день. Меня зовут Александр. Я из Киева, Украина. Мне 22 года. Александр прямо живет в Киеве. Мы поэтому в скайпе с ним общаемся. У вас вид такой очень юный. Вам лет-то сколько? 22 года. А, ну вот, значит, не случайно вид такой. Хорошо. Значит, Александр написал мне письмо в скайпе. Я так почитал, я подумал, что у него история интересная, которая может быть какую-то мотивацию, какой-то толчок даст другим людям. Давайте вы начинайте издалека. А я по ходу дела, может быть, буду там спрашивать в интересах нашего зрителя. Я, как бы, примерно знаю, что зрителей интересует. Поэтому, если я буду там вмешиваться иногда, то это я, как бы, так вот, в интересах зрителя. Давайте. Да. Ну, сам я из города Прилук, Черниевская область. В Киеве я начал учиться в 2013 году. Это колледж георазведывания технологий. Георазведывания. Георазведывания. Объясните мне, колледж, это что такое? Это среднее специальное образование, что это? Да, это среднее специальное техническое. Это как раньше были техникумы. Да, это техникум, только теперь они колледжи. Понял, это колледж. Окей. Да, это колледж от университета Шевченко. И поступила туда на профессию бурения и скважин. Тогда эта профессия оказалась более такой перспективной. И у меня отец работал не в бурении, но в схожей профессии. Скважин каких, я не понял? Это нефтяное что-то? В основном на воду и на твердые минералы. Хорошо. Еще один вопрос я тогда уточню для обстановки. Если вы закончили школу и идете в техникум, как это связано с прохождением воинской повинности? То есть вас могут в любую секунду в армию призвать? Есть отсрочка, как в институтах дают? Да, есть. Есть отсрочка у колледжа, строчка так же самая, как и университет. Только меня перед поступлением хотели забирать в армию, поскольку я поступал, то я получил отсрочку тогда еще в 2013 году. В наше время в техникум их не давали, только в институтах, поэтому я так освежаю. Хорошо? Да, сейчас есть. Я поступил тогда на специальное изобрение и учился там. У меня после 11 классов три года по скороченной форме. И, в принципе, как я писал, все-таки родители мне посоветовали не в университет, потому что я мог в университет поступить, и у меня были высокие баллы по ЗНО. Ну, это ВНО в России, в Украине это ЗНО, там это тестирование такое общее, которое происходит. Ну, решили начинать из колледжа, чтобы получить технические знания, и тогда идти в университет уже по более таким большим знаниям, потому что после университета, как мне тогда, да, когда мы аваривали все это, никто сначала тебя на рабочую площадку не возьмет, а вот после колледжа будет более возможностей, а далее уже университет, и там это уже для перспективы университет будет в этой профессии. Ну, вот, пока я учился, столько событий произошло, и все контакты колледжа, это в основном были контакты и с Россией, и Средняя Азия, где много работ по брению происходило, и это так-то все перервалось, и много фирм позакрывалось, и на практику, куда нас должны были взять, нас не брали, это там Средняя Азия, и Россия, тоже там новый уренгой. И так все, вот, оно закончилось, даже в Киеве намного меньше работы стало, там, в Полтавской области хотели бурить, сважены, проводилось георазведывание, георазведывательные работы, и вот так все закончилось, и поставил вопрос, вот, поиск профессии, где учиться, чтоб и хотелось учиться, и хотелось работать, и удовольствие получать от работы, это очень сложно было найти, долго мучился, ну, куда идти, где работать, и так далее, и... А что советовали люди, которые вот вокруг вас были, вот, из того окружения, которое есть, которое было, какие были, вот, ну, мысли, вот, что люди говорили, вот, иди туда, иди сюда, или, 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 или общий такой упадок, в связи с, вот, со всеми этими событиями? Да, такой упадок, и окружение, в основном, было, ну, такое, равношерстное, в принципе, многим просто хотелось обучиться, и даже не собирались работать в этой профессии, и, вот, только, там, диплом получить, и так далее. Поэтому, и такого хорошего совета не было, получить бы, советы дайте, дайте там университет, и после университета смотреть, как уже будет, дали работа, потому что никто ничего не обещает, после того, как ты закончишь, и дай. Конечно, конечно. Да. Да. И, да, так оно и вышло, и на этом и закончилось, да. Ну, в это время, как раз в конце, на последнем курсе, я уже работал, и я решил, что поеду в Польшу учиться, буду работать там и учиться. Возьму, как я. А почему в Польшу? В Польшу почему? Ну, вот, я немного смотрел на наше образование, пока здесь учился, вот таким учебником мы здесь учились, старым, 20-летний, да, 20-летний. А в Польше все-таки язык другой, или вы можете по-польски? Ну, я учил польский, как раз, и плюс. В принципе, заход хорошо его можно освоить для достаточно элементарного, да, общения. Ну, и плюс на всякие для украинцев такие программы и так далее, адаптации, тут они очень к этому хорошо подходят. А образование там бесплатное, высшее, или что? Нет, платное. Платное, но я думаю, если платить и здесь, и там, то платить уже за более качественное. Ну, у меня и знакомые туда поехали учиться, там много очень украинцев учатся сейчас в Польше. Понял, то есть это такой, как бы, путь проложенный такой. Да, очень проложенный, все ясно наперед, в принципе, куда ты поедешь и так далее, ты не боишься, кто тебя там кинут, там приедешь и движет нигде не будет. Очень все общительно, у них центры здесь в Украине. Ну, то есть тоже можно, да, не так плохо. Хорошо. Да, постоянно на контакте, но это, конечно, стационарное обучение. Если учиться, то нужно ехать и там учиться, конечно. Ну, вот я, да, начал собирать деньги, работать, взял вот перерыв, и буду работать и откладывать, откладу деньги и поеду туда. И в то же время я был подписан на ваш канал, вот, ну, больше двух лет. И смотрел, сначала посмотрел просто видео, я не смог его найти, хотел поискать, с которого я начал смотреть канал и подписался тогда. Там про дальнобойщика и сварщика, вот, я не помню, США или Канады, они там рассказывали про свою карьеру здесь. Я помню тогда просто, что я подписался на канал, и как-то он у меня просто подписавший остался, и я так суть канала не раскрывал. А у меня, знаете, у меня, поскольку за год там, за тысячу сюжетов, ну, вот, сотни в месяц, я тоже не помню. У меня люди говорят, а вот помните, у вас был сюжет, я говорю, наверное, ну, два года назад, ну, как вспомнишь? Конечно, это видео. А я и поиску пробивал и так далее, ну, почему-то не нашел, думаю. Ну, ладно, хорошо, что помню, после которого видео я начал смотреть. Ну, и потом как-то оно у меня было в подписках, YouTube за это время еще менялся, дизайн и так далее. И как-то у меня высветилось видео, я решил посмотреть, смотрел, видео понравилось, и так дальше, и дальше ваши видео смотрел, слушал вас. Просто интересно, вот, просто было слушать, очень что-то себе наматывать, какие-то рекомендации и так далее. И по-немногу начинал понимать, что такое вообще тестирование, что за профессия, потому что, как я писал, я помню, как я услышал вопрос от парня с Харькова, что он писал, что вот, я начинаю там тестирование, изучать понемножко. Я еще помню, когда с кем-то смотрел это видео, смотрю, думаю, тестирование в Мазине, наверное, не знаю, мебель тестировать или что-то там еще, связанное вообще не с программированием и так далее, ну, как-то не вникал. Ну, потом, да, вникнул, все-таки понял, что это за тестирование, ну, первая мысль, что подумал, ну, думаю, тестирование, программирование, это тяжело все, думаю, наверное, не для меня и так далее. Ну, все равно, видя, далее продолжал смотреть, слышал истории, которые рассказывали люди и много чего, и оно как-то вдохновляло, начинал больше информации читать, читал, читал очень много всего. И так вышло, что, в принципе, вот этот год, там, что у меня был, когда я работал много и готовился к езду в Польшу, он тяжелый очень был и морально, и физически. Я извиняюсь, но вы, вы сказали, что вы из Прилуг. Учили, учились вы где? В Киеве. А, то есть вы уже на самом деле все, 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 что происходило после школы, происходило в Киеве. Да, уже в Киеве. Работали вы в Киеве, из Киева вы собирались в Польшу, а работали вы в Киеве не по специальности? Не по специальности. Ну, я работал по специальности немного, но потом там прикрылась и задание не было. Я понял, я понял. То есть вы фактически были очень открытым, то есть мозг работал в этом направлении. Вы, с одной стороны, собирались в Польшу, а с другой стороны, значит, где-то там латентно у вас все это крутилось, и когда зерно упало как бы в почву подготовлено. Да, 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 оно крутилось так в подвешенном состоянии, можно сказать, вот и это мысль, и это. И ты думаешь, ты вроде и настроился на один путь, но вот и это крутится, ты не хочешь его откидать, вот прям сразу думаешь, а может и пригодится. Вот оно и пригодилось, так и вышло в итоге. Вот за месяц к тому времени, когда я уже собирался выезжать, чтобы еще работать у Польши, то там еще заработать денег и как раз язык немного лучше подучить, чем здесь и с преподавателем, у нас уже в среде. И я увидел объявления про курсы по тестированию, от одной школе в Киеве очень много, как вы часто тоже говорите, да, это правда, Киеве очень много школ по тестированию всяких там, и школы, и конторы, да, как их можно назвать. Но вот я именно увидел это и почему-то я решил сходить, как раз это выходной день был. То есть не по рекомендации, а просто вот объявление увидел? Нет, просто вот увидел на сайте программирования, да, вот именно это объявление почему-то мне припало к душе. Я пошел вот буквально на следующий день, посидел, послышал, ну вот просто я вот, я не знаю, я как-то не могу слова на русский язык. Клик был. Ну вот клик, да, такой произошел, что вот, ну, я вот услышал людей, услышал докладчиков, а вот я поверил просто им, потому что это очень, ну, все было не просто так, как наигранно, просто теория цитая, ну, как-то я увидел, что это люди, которые реально знают, чем они занимаются. Зацепило, да. Да, зацепило, да. Я на самом деле, когда люди говорят, как вот, как найти хорошие курсы, я говорю, ну, посиди на уроке-то, ну, если тебя не пустят на урок, то сразу не разговаривай. Но если ты посидел, так ты поймешь, это твое или не твое, это же сразу видно. Да, да. Ну, конечно, то есть вы прямо так, они вам предложили там посидеть или вы сами попросились? Нет, я сам попросился, и они, конечно, не против, а это тоже хороший знак. А в группе народу много было? Вот вы пришли на урок, там сколько сидело народу? Да, там больше 15, где-то, 18. Окей, окей, хорошо. Да, 15-18, как уже позже я узнал, это приблизительно самое большое количество. А вот, например, когда вы находитесь в классе, ну, потом вы там учились, я так понимаю, но вот когда вы находитесь в классе, вот люди, которые вокруг вас сидят, они же тоже как-то влияют на настроение, на мотивацию, на какой-то дух соревновательный, как-то вот поддержка какая-то. Вы почувствовали что-то, вот вы пришли, сели в класс, вы почувствовали, что попали к людям, с которыми хочется быть. Вот не только те, кто преподают, но и те, кто в классе сидят. Начиналось все сложно. Первый день, первый день никто ни с кем не разговаривает, почти. Все стесняются, все много осторожны. А это был первый день. Да, ну, это я уже говорил про первый день занятия, когда я уже пошел. И это было буквально на следующий день, когда запускалась в ней группа. И я вот перед этим решил, что я прямо завтра иду. Я не думал, тем более прямо можно было и, ну, что сыграло очень еще важную роль, что можно было деньги не сразу все платить. Я думал, о, там, не хотят сразу у тебя все деньги получить. А вообще сумма какая-то значительная, вот по киевским понятиям? Ну, я думаю, ну, такая нормальная сумма. Это не маленькая, не какие-то, там, всякие деньги, там, 4-5 тысяч. Это не 100 долларов, да, там, не 200, это большая сумма. Больше 300 долларов. И все? То есть даже не 400, не 500? Ну, 400, близко 400. Близко к 400, хорошо, так, отлично. 400 долларов. И можно было с частями, и я сразу заплатил и пошел на следующий день на курсы. Да, первый день у нас непонятно как-то было. Все знали точно, что преподаватель классный, он сразу всем понравился. На следующем занятии уже больше познакомились, уже больше узнали. А, я забыл, очень хорошо было сделано, первое занятие преподаватель попросил всех рассказать про себя, почему пришли, да, в эту социальность, и с чего начинали, и где зараз, где сейчас вообще работаете или учитесь. Да, там мы узнали всякие истории про друг друга, да. А, в основном, да, люди, которые где-то уже работали, и им не нравилось место этой работы, и они хотели поменять свою жизнь. А какого возраста, в основном, народ так есть? Ну, вот, я один из самых младших, я самый младший. А были ребята за 30, там, может быть, за 40? Большинство, большинство. За 30? Да, за 30, большинство. Парни или девочки тоже? Парни, парни и девочки тоже больше 25, больше 25-24. Ну, то есть уже как бы осознанный такой народ, то есть они понимали, что хотят? Да, я думаю, большинство, большинство. Некоторые они могут. Они все с высшим образованием более-менее, или вот с точки зрения уровня образования, как они? Не все, но большинство и с высшим образованием. Хорошо. Как у нас, вот тоже, придешь там на урок, вот примерно так же все. Хорошо. Да, вот так само. И далее мы уже более познакомились. Вот хорошая у нас атмосфера была, помогали друг другу, с преподавателем постоянная переписка. Ну, все очень хорошо, очень дружно и в хорошей атмосфере. Очень приятно было ходить, вот буквально хотели, да, вот, бегали на эти занятия и не хотели уходить. Очень хорошо, что преподаватель не был такой, что 9 часов, все расходится, нет, задерживались, рассказывали. Ну, вот видно, что интересно очень было нам, и он помогал, вот, поддерживал вот это чувство. То есть это работающий человек, он отработал рабочий день и пошел вечером к вам? Да, он после рабочего дня приходил. Есть люди, которые любят преподавать, вот они даже не ради денег, ну, там платят что-то, но они их просто прет поделиться. Понимаете, это самые лучшие педагоги. Да, вот это эти люди, это люди вот приятно. Это то, что надо, то, что надо. И вот сидишь и говоришь, что это преподаватели. Просто натуральный преподаватель. Слушайте, а вот такой вопрос, я уже так, я просто почему спрашиваю, там у меня паренек один написал, что он пошел на курсы потестируем, в Харькове где-то, я не помню. Вот, и там первый вопрос, там когда они собрались, там первый вопрос, им преподаватель говорит, ну-ка, поднимите руки, кто смотрел, значит, там вот наш курс, который там висит на ютубе, там бесплатный. Он говорит, кто смотрел? И вот смотрит, он говорит, почти вся группа смотрела. Вот. А у вас там про нас знают? Да, я этот вопрос задавал, да, потому что и у нас такого вопроса не было. Я вот почему-то удивился, почему этот вопрос, а у меня его партнолы нет. А я говорю, я вот смотрю, ну-ка, ну ладно, кто-то еще смотрит. Ну вот честно, ну вот было немного групп. Ну вот почему-то в моей группе было немного, но знали. Ну знали, ну хорошо. Из 15 человек, вот, я скажу так, знали самые лучшие вот эти группы знали. В теме были, можно так сказать. В теме. Ладно. Вы изучали только ручное тестирование или автоматическое тоже? Автоматическое нет. Ага. Даже основы. То есть, на самом деле, ручного тестирования было достаточно, чтобы потом пойти и найти работу, в принципе? Было, да. Было, как сейчас, я уже знаю, это было достаточно. Если ты хорошо освоил эти базы ручного тестирования, хорошо они просто... А вот такой вопрос у меня возникает. Я когда читал в скайпе ваше письмо, то получается, что вас довольно активно приглашали на интервью. И у вас даже было несколько офферов. И у меня это немножко расходится с тем, что люди пишут, они говорят, что там на одну позицию по 200 резюме присылают. И что сейчас буквально все живое на Украине движется в программирование, тестирование, администрирование и так далее. И что совершенно невозможно получить вообще ничего, потому что так много нас и так мало этих работ на нас, на всех. Вот у вас как бы совершенно другая история. Может быть, какой-то есть... Может быть, вы как-то, я не знаю, по-другому искали. Может быть, Киев такое место, что там не как во Львове или в Харькове. Может быть, я не знаю, что вот там. Ну, знаете, я уже сейчас могу сказать, что зависит от человека. Но вот очень много людей пишут, что курсы вообще никакие не надо. Вот они прямо откидают эти курсы, говорят, что мы сами найдем. Они сами отсылают резюме и так далее. И на форумах всем пишут, что курсы – это очень плохо, не нужно ходить и так далее. Мы сами выучимся. Там много статей про теорию и так далее. Ну, и плюс, вот, например, из моей группы, кто выпустился. Ну, вот я знаю, например, потому что я поддерживаю контакт с администраторами этой школы и так далее. Ну, очень хорошие. И преподаватели. И мне говорят, например, из нашей группы из 15 человек, кто просто даже написал свои резюме – это человек. 10 человек, то есть они отучились и они что-то забуксовали, даже не начали искать работу. То есть вам резюме, в школе вам не написали резюме, вы сами должны были? Нет, не писали, мы сами, но мы скидали на ресензирование и нам давали какие-то рекомендации. То есть вам, то есть вы отдавали на контроль и вам говорили, как поправить? Да, что лучше и так далее. Ну, и много статей очень полезных. И вот из этих статей делали какие-то выводы, доделали что-то в резюме. Ну, свое резюме я точно могу сказать. Я рецензию просто сам для себя и скидывал из моей группы девочки. Мы очень поддерживаем контакт. И больше ста раз в рецензии проходило мое резюме. Как я писал, у меня на двух интервью спрашивали, сам ли я писал это резюме. На каком языке у вас резюме? На английском. То есть вот так в Киеве сейчас? Все на английском. Понял. А вы видели образцы? Вот у меня на сайте висят образцы, там десятки, нет? Да, я заходил и смотрел. Не пользовался. Ну, я подумал, что все-таки я смотрел очень много украинских, российских резюме. И, ну, и американские, но я думаю, что, возможно, все-таки просто не то, что не подойдет. Ну, возможно, как-то не так спримут. А оно зато по-английски сказано, сформулировано. Ну, да, да. Ну, вот самое главное на английском языке сделано, как все нужно. И очень много модераций проводил, чтобы рамотно. Я вот вас слушаю, и я думаю, что когда видео появится, нас начнут, можно сказать, бомбардировать зрители. Вопросом-то как, что ж за курсы-то хоть назовите, а то скажут, что ж такое, что-то хорошее и скрыли. А, я не знаю, вот так. Разрекламировать прямо. Не секретные курсы какие-то? Не, они не секретные. Я думаю, каждый может прямо сейчас найти их, и они в открытом доступе. Просто я не знаю, не знаю. Нет, ну скажите, как называются, скажите. Да, ну, эти курсы QA Startup, просто вот такая легкая названа. QA Startup там. Просто QA Startup. Хорошо. Вот эти курсы, да, про которые я в вашей программе, да, могу сказать и не бояться, что я порекомендовал что-то плохое или что-то некачественное. Ну, да, хорошо. А вот все-таки, значит, люди из 15 человек, 10 даже не сделали резюме. Они отложили это на потом, они поняли, что это не их. Ну, вот что с ними, почему? Ну, я знаю несколько случаев. Первый, связанный с университетом. Вот почему-то не хочет совмещать две вещи. Заканчивать в университете там, писать какие-то работы и рассылка резюме делать. Второй, вот он решил не отсылать резюме, а подтягивать английский, потянуть его до нужного уровня и только тогда отсылать резюме. Ну, я считаю это ошибкой, потому что есть вакансии, где английский не нужен. Есть такие вакансии, и сколько я подавал, я видел такие вакансии, не одну. Вы знаете, что я скажу? У меня вот есть группы, которые на кампусе, и есть группы, которые в онлайне. На кампусе, чтобы человек не сделал резюме, ну, это редкость, ну, реально, вот у всех есть. А вот, допустим, в онлайне примерно такая же статистика, там примерно треть сразу, а две трети говорят, ну, я потом, я повторю курс. У нас можно повторять сколько хочешь там за те же деньги. Вот, и они все массово там записываются и переписываются в повторяющие, там есть в скайпе группа специальная. И, да, периодически они из той группы, значит, выныривают и говорят, все, я пошел на рынок там и так далее, но, в общем-то, это не массово. То есть, как бы, попав в группу повторяющих, шансы, значит, отправиться на рынок у них незначительные. Ну, там, может быть, 10-15 процентов. Бывают разные обстоятельства. Вот он, допустим, собирался приехать в Америку, они в основном в Америке работают, он собирался приехать в январе, а там что-то замедлилось, он приехал только в июне. И, ну, конечно, там, без вопросов, вот, ну, даже не, или там за это время какую-нибудь работу нашел, бывает тоже, потому что человек же не может, ну, там, год, два, три, там, сколько-то без работы. Значит, какая-то работа находится там, какие-то перспективы возникают. Да, я понял, у вас, а у них есть онлайновые курсы или там такой только стационар? Нет, только стационар, не онлайн. Есть школы, где онлайн, но я считаю, что лучше стационар. Если есть такая возможность, то лучше идти на стационар, если есть такая возможность. А вот те пятеро, которые сделали резюме из группы, они более-менее работают или что с ними стало? Двое нашли и работают. Двое нашли, но вот еще девочка, с которой я общаюсь, она очень умная и она должна найти работу, но вот она почему-то просто решила поехать в Турцию отдыхать. Ну, я считаю, это неплохо, пусть отдохнет. Да, немножко отдохнет, сказала, приедет и начнет. Я еще всю жизнь работать, пусть отдохнет вперед. Каким образом, вот вы, что вы делали с вашим резюме, что у вас было столько интервью? То есть, вы рассылали там и сто штук в неделю или вы где-то их повывешивали в каких-то местах. Ну, вот что вы сделали, чтобы вам было внимание? Потому что люди говорят, что внимания нет. Вот вроде есть резюме и не забыл. Да, я не раскрыл этот вопрос. Я хотел вернуться к тому, что почему-то говорят, что очень пусто, много людей. Как я писал, что там, ну, когда у меня начали много звонков происходить для интервью, я уже очень много там ошибок исправлял своих. Очень много анализировал информаций на, где я люблю ошибки, что не так и так далее. И у меня уже был хороший, очень есть список очень многих вопросов, очень много ответов на них и так далее. И что я сейчас просто хотел сказать. И я извиняюсь, просто у меня немного мысли слетело. Но вы сказали, что вы улучшались во времени за счет того, что вы прорабатывали те вопросы, которые задают. И, в общем-то, конечно, если пять раз поговоришь с кем-то, вот уже на шестой практически те же вопросы, уже там почти нет новых. Но это как бы такая важная линия, которая позволяет вам улучшать результат разговора. Но мой вопрос больше был на тему о том, что надо сделать, чтобы с тобой вообще начали разговаривать. Вот как они вдруг вам позвонили, а другим не звонят? Да, ну вот, как минимум, один из самых важных факторов, я считаю, что это наличие технологии, знания технологии в резюме. Потому что вот почти во всех, почти во всех вакансиях, которые есть, встречались наличие базовых знаний HTML, CSS, JavaScript, SQL, знания Unix систем. Вот это очень-очень-очень часто, и они на это очень обращали свое внимание в резюме. И плюс английский. Английский тоже в очень многих случаях играл свою роль, потому что, когда мне звонили, у меня одни из первых вопросов были знания английского уровня. А по-английски с вами разговаривали или просто они верили на слово? Очень. В большинстве играли на слово. В большинстве. Ну, были случаи, когда прямо в телефонном режиме проверяли английский, сразу проверяли. Ну, а в большинстве случаев говорили уровень, ты говоришь, какой, говоришь, хотите, можно подтвердить, нет, не нужно, просто на слово. Это уровень, это как на курсах измеряют, какой-нибудь upper-intermediate, что-нибудь такое? Да, они по уровню elementary, intermediate, pre-intermediate, upper-intermediate, стандартизатор. То есть, вы можете прямо сразу в режиме написать там? Там английский, там upper-intermediate. Да, вот так, прямо английский, upper-intermediate. Rhythm and verbal communication skills. Хорошо. Да, да, ну, в принципе, written, spoken, written, там, skills, не расписывай, скалпочек, кто-то расписывай. Ну, просто написал общий, в принципе, и никто не уточнял, у тебя written или spoken. А вы работаете, у вас аутсорсинговые какие-то проекты или такие домашние, там, местные? Нет, это аутсорсинговые. То есть, американские, английские, там, что там? Да, да, это все заказчики американские, европейские. Хорошо. Вот не затрагивая вашу зарплату, но вот, допустим, люди, которые начинают в профессии, вот на что они могут так, в каком диапазоне они могут рассчитывать? Ну, в Киеве не меньше 450 долларов, не меньше. И меньше? Не меньше. А, не меньше. А, не меньше. Ну, а не меньше это сколько? Ну, 600, 1000, а вот что это? А 450, 650. Это если с самого начала. В принципе, вот вы зарабатывали, там, на польские, там, дела, вы в состоянии были заработать, там, 450, 650 или это достаточно большие деньги, по местным понятиям? Такие, более большие, да, вы знаете, вот у меня не было таких. Хорошо. Если человек пару лет поработает, вот, допустим, я не знаю, он может получать 1000, 1200, 1500, это реальные деньги? Через год, через полтора, через год уже больше 1000 может получать. То есть, надо двигаться, надо искать работу, надо учиться. Да, учиться, учиться и автоматизация, или другие знания, и через год... Автоматизация востребована, я так понял. Да. Хорошо. Значит, теперь, вы вот как-то так вот прошли этим путем. Вы кому-то пытались, например, рассказать, посоветовать и знакомых, которые непонятно чем заняты и не знают, что делать. Это действует на них или как-то все отмахиваются и не хотят? Ну, по-разному. Вот я сейчас еще, извиняюсь, вспомнил свою мысль, да, вот про то, что очень много говорят и хотят пройти, но вот очень много не выходит. Так я писал, что я проходил очень много интервью, и у меня уже список появился, и очень много, и очень легко у меня с HR, да, тут в Киеве, я не знаю, как в Америке, но в Киеве HR это называют. Вот это первое интервью такое, оно общее. Очень легко у меня проходили, я уже знал очень много информации, и, так сказать, на легком языке с ними общался, и очень много просто мы уже даже общались. Я вот спрашивал некоторых, вот, говорю, вижу там усталый от интервью, наверное, усталый, и так далее. Я говорю, а сколько тебе резюме там пришло, вот сегодня, вот, например. Ну, он говорит, вот они открыли вакансию junior PA engineer, и на эту вакансию пришло 80 резюме. Да, вот такое количество, и он говорит, ну вот так и мы отбираем все лекции, проводим плат самым лучшим. Вы знаете, что я думаю? В той истории, что вы сейчас рассказали, в этом есть очень большая opportunity для тех, кто хочет искать работу. Значит, я подозреваю, что если даже на курсах вам резюме никто не делал, а просто так, посматривали там то, что вы сделали сами, то я думаю, что из этих 80 резюме, там, 75, в руки взять страшно. То есть это кошмар, просто кошмар. То есть получение 80 резюме не создает конкуренции, то есть там реальной конкуренции, может быть, было 5 человек. То есть неспособность человека после курсов, без курсов и так далее. Просто исследовать вопрос о том, как сделать нормальное резюме, которое привлекает. И вот на этом месте уже, я гипотетически, но вот так я из вашего рассказа такой вывод делаю, и это уже создаёт просто вот тот самый прорыв, на отсутствие которого люди жалуются. А у них просто резюме страшно руки взять. Да, так более того, даже из нашей группы, да, вот я вам говорю, 5 человек только на рецензирование отправляли своё резюме. Вот эти 5 человек, 10 человек, и то, что они делают, они даже на рецензирование не отправляли. Ну, если оно им не нужно, так чего его рецензировать? Да, то есть далее, когда они будут отправлять свой резюме, собственно, они сделают его сами, и будет такой резюме, конечно. Так это ещё люди хотя бы на курсы ходили? У них хотя бы есть возможность пообщаться там с вами или там с преподавателями? Они, во всяком случае, они в теме, они при желании могли бы пойти и сделать. То есть у них может не быть желания. А есть люди, которые даже при желании не знают, где, что и как. И им советует дворник, двоюродный брат которого когда-то посещал Майкрософт с экскурсией. Понимаете? И он будет по его советам это делать. Поэтому я понял, наверное, в этом что-то такое происходит. А вот то, что резюме пишется на английском. Это требование? То есть они пишут, присылайте резюме на английском. Или это некоторый такой, ну как бы неписанный стандарт? Большинство не пишет, что нужно на английском. Просто вот если вакансия, в основном 90% вакансий, они написаны на английском языке. Если вакансия написана на английском языке, то зачем резюме на русском отправить? То есть само объявление о найме, значит, на английском? Да, да. А может быть так, что прям по-украински пишут там, тестувалники там требуются или еще что-нибудь? Есть, но это, наверное, 5%. Окей, окей. 5% от силы, это вместе русских и украинских. Но если взять русских, то 6% и украинских 1%. Я понял. Интересно, смотри как. Ну что же, а что-нибудь такое есть напутственное? Вот из того, что, из пережитого и переосмысленного, вот что-нибудь такое. Вы же наш канал смотрите, вы представляете нашу аудиторию. Вы видите вопросы, которые ребята задают, они потерянные. Многие не знают, что делать. Как-то вот ощущение, что они не своей жизнью живут или что-то такое. Вот перед тем, как вот это... Вы получаете удовольствие от работы? Вы ходите на работу? Какой день? Я бегу на работу. Мне вот так нравится. Я не думал, что... Ну, я думал, что это будет та профессия, которая мне нравится. Но как сейчас она мне нравится, я даже не мог представить себе, что мне вот так будет нравиться тестировать. Сейчас мне просто даже не хватает тех знаний, которые я получил. Мне хочется еще больше и больше. Это всегда так. Да, даже не знаю, откуда взять. Ищу там человека, который может научиться. Что-то сам, слава Богу, что-то на проекте помогает, команда помогает изучить новое. Очень хорошо. Если появится ощущение, что вы уже все знаете, надо менять профессию. Потому что это не здоровое ощущение. Ну, хорошо. Так все-таки давайте возвращаемся к напутственному, к осмысленному, к чему-то так, к квинтэссенции того, что с вами произошло. Вот чтобы с другими людьми поделиться. Ну, вот было сложно. Вот мне вот, ну, я мог бы сказать, конечно, и такими общими словами, что там, сдавайся и так далее. Но по своему опыту, вот с тем, что за месяц я уже там должен был уезжать в Польшу и там еще и с проблемой со здоровьем. Там бы вышло, что попало, я думаю, не очень хорошо. Ну, конечно, идти, читать, очень много читать, не просто слушать там какие-то интервью, читать, идти на курсы, чтобы свои знания сбалансировать и раскладывать их по полочкам. Потому что я тоже до курса, я там читал очень много, перечитал с информацией, но в итоге все это было каша какая-то, и вряд ли мне это помогло там при поиске профессии. Идти на курсы, закончить их. На них учиться, конечно, учиться и изучать эти технологии, не бросать, не просто ходить, как некоторые у нас засыпали даже на уроке, непонятно почему. Устали, вечер, съели кусок хлеба или там бутербродки, углеводы, сразу в сон кладет? Что же тут непонятно-то? Да, и очень-очень важный момент, я считаю, вот после курса, потому что курсы закончили то все, там один человек только не добрал баллы и ему не выдали диплом. Ну, диплом выдавали для красоты, и вот просто так, не говорили, что там диплом, и ты работаешь и так далее. И после очень важный период, после окончания курса, потому что ты должен еще раз этот материал весь повторять, его учить. Я, например, этот весь свой материал, который я выписывал и учил, я его вообще продублировал весь на английском языке, благодаря вашим материалам обозначение выделил. И все это просто продублировал, и оно мне помогло. И учить, потому что даже я на курсах пока учился, я не успевал весь материал сразу освоить, сразу весь не давался, приходилось повторять. И после курса я освоил очень много того, что во время курса мне не подалось сразу, ну, там, что касается технологий, там, JavaScript и так далее. И, как мне не было сложно, полмесяца, когда была тишина после курса, я казалось, что закончил курсы и долго никакого, и что работы нет, и так далее. Ну, вот, это просто какой-то буфер тишины был, после которого усердно каждый день отсылавшись резюме, не одно, а, да, если тебе резюме, сканировать резюме, смотреть, почему не отвечают, вот, там, пять компаний, которые я отослал туда, хотя там требования были вроде неплохие. И дождаться момента, не приставать отсылать, дождаться момента, когда начнут звонить компания, они начнут звонить, я вот это уже проверил на себе, я видел, что за день, за день, если ты будешь вот так стараться, за день тебе может позвонить восемь компаний. Это реально со мной было, и тот день, конечно, был прекрасный день, конечно, у меня, и не сдаваться. И вот, как я вижу, по другим случаям, студентам, которые закончили сейчас, они устроились на работу, они делали так же самое, они просто каждый день, они не забывали, для чего они закончили эти курсы, для чего они заплатили эти деньги, они маленькие, и они каждый день старались, и в итоге это через месяц, через два месяца оно все-таки обернулось результатом, и сейчас они только хорошее сообщение пишут, и все довольны, и все довольны местом работы, где они работают. Я, значит, суммируя то, что вы сказали, для себя, как бы, я фактически, словами известной пословицы, или там, не знаю, пословица ли это, что там, где нет ученика, там нет учителя, или там, говорят, что там есть ученик, там тогда приходит учитель. Знаете, когда есть тот, кто хочет учиться, тогда ему и педагоги в масть, и материалов много, и все на месте. Когда приходит человек, который учиться не хочет, или не может, или чего-то, тогда все плохо, и педагоги никакие, и школа никакая, и друзья не помогают, и работы нет, и всего нет, и так далее, и все это упирается в то, что ты свою часть работы не сделал. Вы знаете, Михаил, на протяжении всех курсов со мной были ваши слова, ну, не знаю, почему-то они у меня так отклались, и на протяжении всех курсов, и сейчас они как-то в голове у меня сидят, что ты на курсы ходишь для того, чтобы учиться, и преподаватель не поможет тебе найти работу. То есть ты получаешь знания от преподавателя, далее ты их реализуешь, и уже сам реализуешь эти знания, и стараешься найти работу. То есть уже все в большей степени зависит от тебя, а не от преподавателя. Преподаватель тебя на работу не устроит, это только твоя задача, а преподаватель дал тебе базу, ты эту базу увеличиваешь, и далее же от этого ты начинаешь свою работу, поиски работы, и до скорости. Вы знаете, что я думаю, что в силу разных причин, но, может быть, в частности, в силу того, что мы как учебное заведение там свои экстра мили проходим, то есть мы все-таки их на практику всех посылаем, и они выходят уже у них, они знают, что они могут, они делали, понимаете, они там и баги находили, и репорты писали, и так, все, у них уже уверенность появилась. Вот, и, ну, в силу других еще разных тоже причин, то есть мы там их и отбирать пытаемся, и так далее. И плюс у нас есть очень мощная система поиска работы, то есть человек, который взял от нас то, как искать работу, он на голову выше того, кто не в курсе. Поэтому у нас, может быть, там не треть, а, может быть, там две трети, ну, более, там 70-75%, иногда 80%, они там в течение полугода уже работают, но это статистика, которую мы официально ведем, вот нам положено вести, там, что с ними стало за полгода, ближайшие 6 месяцев. Но, безусловно, если ты не будешь свое делать, да, тебе не поможет ничто, тебе не поможет никакая практика в компании, тебе не поможет то, что тебя научили получать все звонки. Вот на той неделе, на минувшей неделе я с женщиной разговаривал, у нее было 40 интервью, нет, 20, у нее было 20 интервью, и 20 интервью, это, знаете, что, это редко кому нужно больше пяти. Вот из наших студентов после пяти интервью, ну, может быть, один из десяти не получит работу. А чтобы после 20 не получить, это, ну, это уже такой резкий такой, понимаете, случай экстремальный, но, но тоже, понимаете, как бывает, то есть, вроде у тебя и звонки все есть, но все равно надо, вот, вот та история, что вы рассказывали, что вы все время анализировали, почему разговор, какой вопрос задали, как на него надо ответить, чтобы в следующий раз было лучше, это же тоже очень важная часть вот этого, той работы, которую вы должны выполнить. Даже если вы не знаете ответ, ну, значит, значит, к педагогам, там, к друзьям, там, на форумах, там, еще что-то, ну, надо же искать ответ, ты же не можешь посыпаться сегодня и завтра на том же самом вопросе каждый раз. Поэтому, все-таки, я думаю, что, как бы, мой вывод из того, что вот я слышу в вашей истории, что все-таки, если человек правильный, то все, все, абсолютно все сойдется. Даже если бы вы учились не в такой хорошей школе, и даже если бы у вас не был такой замечательный педагог, и так далее, и так далее, но все-таки то, что у вас настрой был правильный, вот, вы, наверное, дошли бы до конца не хуже, но, конечно, лучше, когда ты учишься, и когда тебя мотивируют, и когда ребят вокруг, и когда все это, я не пытаюсь, так сказать, как-то это принизить значение, но в то же время нельзя принизить значение того, что человек правильный, то есть он готов учиться, он готов тратить время, он готов идти дальше того, что происходит в этой школе, он дополнительные какие-то вещи изучает, и так далее, это очень-очень важно и здорово. Да, ну, конечно, еще не расстраиваться после неудачных интервью, потому что у меня тоже были неудачные интервью, и у многих они были, потому что очень часто в резюме вроде написано все то, что ты умеешь, но когда я приходил на собеседование, то они хотели намного больше, чтобы я умел, и когда ты выходишь после этого собеседования, то такое чувство, да, что ты разбит полностью, что ты ничего и не умеешь вроде, и так далее, но слава Богу, проходило это чувство, ты старался это чувство как можно быстрее убрать, и продолжал далее учиться, ну, а мои, конечно, эти неудачи, они тоже славные, конечно. А неудачи, они стимулируют к тому, чтобы подучить что-то? Ну, опять, если человек правильный, да, то для него неудачи это стимул к тому, чтобы подучить и стать лучше. Если человек неправильный, то для него это неудачи, это просто повод сказать, я же говорил, что это не мое, вот, ни у кого не получится, и вообще такой работы нет, и профессии нет, и курсы дрянь, и учили не тому, и педагог сам ничего не знает, и пошло, и пошло, и поехал. А когда человек правильный, неудача, на неудачах ты больше учишься, чем на удаче-то. Неудачи анализируешь со всех сторон, там материал перекопаешь, там какую-то работу проделываешь. Неудача это, как бы, залог последующего успеха. Ошибки очень помогают, потому что ты думаешь, вот, ой, какие ошибки. Ну, очень эти неудачные интервью очень научили, очень много, потому что те задания, которые давали, ты думаешь, я даже не знал, что это вот так правильно. Они не просто тебе задали, и даже не дали ответы. Вот, очень хорошо, что мне нравилось, что они давали правильный ответ, и как бы тебя еще и учили, я говорю, как правильно нужно делать. А, то есть, они могут подсказать тоже, да, как надо было? Да, они даже подсказывали, и очень... Хорошо, то есть, доброжелательно все. Очень, да, вот, очень, это тоже, очень хорошо. Помогало и как-то наставлял. Такой вопрос, знаете, даже не вопрос, но как бы, просьба. Вы, когда будете, все равно же вы наш канал смотрите, когда видео наше выйдет, вы в комментариях там поотвечайте, чтобы ребята знали, что вы там, и если бы, допустим, у кого-то возник вопрос лично к вам, что по нему в речку бы и писали. То есть, как бы, чтобы не возникал вопрос, а как найти человека. Ну, вот он, пожалуйста. Хорошо. Хорошо смотрю каналы, я всегда на канале, вот, всегда интересуюсь видео, всегда приятно смотреть, пощеркнуть какой-то мудрости, вот, мне не стыдно сказать, что мудрости, потому что, вот, столько смотрю видео, столько мудрости исчерпаю. Вы не знаете, насколько я был далек от всякой мудрости в вашем возрасте? Я сейчас с ужасом иногда думаю, боже, неужели это был я? Ну, значит, да, вот, но, единственное, что у меня, в вашем возрасте у меня уже была Светлана, и у меня даже уже дочка была на подходе, там, 22 года, как раз, мне было 22 года, у меня дочь родилась, я уже был такой, как бы, социально взрослый, у меня же семья была, вот, и, так сказать, источник энергии больших, что Светлана у меня, она такая, человек полной энергии, идей, вот, она меня всегда пихала в разные стороны, и, в общем, так, это... Ну, это классно, когда поддержка есть. Да, да, это неплохо. Сейчас, конечно, люди гораздо позже, там, семьи создают, это серьезный такой сдвиг произошел, вот, между тем, как, вот, там, мы в СССР жили, и как сейчас. Сейчас больше возможностей для карьеры, для развития, для попутешествовать. Боже, все-таки, как другая планета, поэтому, конечно. Ну, что же, хорошо, да. Да, еще просто хотел бы просто посоветовать позитивные энергетики, вот, ну, как, на мой взгляд, позитивная энергетика в очень сложных моментах, у меня их было очень много, потому что такие моменты, которые хотелось очень много сделать неприятного и перестать все делать, ну, вот, позитивная энергетика, просто почитать, подумать, не каждому, конечно, ну, если кому-то припадет до дыши, так, зарядка позитивной энергетикой, чтобы убрать негатив, то, может, кому-то пригодится. То есть, то есть, проблема не в том, что приходят мысли дурные в голову, а проблема в том, что мы с ними делаем, потому что, если мы даем дурному, нами завладеть, это одна история, а если мы так, ну, отдали дань и пошли дальше, да, вот, как говорят, там, глаза боятся, руки делают, вот, вот, надо делать. Ну, что же, да, я хочу сказать, приходите к нам на канал, вот, я уже к зрителям, там, у нас плохой энергетикой вас не обдадут, и плохому не научат, вот, так, так, ладно, ну, хорошо, значит, Александр, вам спасибо большое, и, значит, да, и нашим зрителям, кто смотрел, досмотрел, вот, пусть лайки ставят, это тоже позитивно очень, когда человек лайк ставит, он какой-то позитив посылает в окружающий мир, а тот ему в ответ, тоже добром, хорошо, счастливо, и, может быть, до скорых встреч, еще приедете к нам в командировку, придете на канал, вот, ладно, не прощаемся, счастливо.